Здравствуйте, с вами компания Дом в Дорогу, меня зовут Константин. Bullitt 260 RBS. Это классическая схема большого прицепа для двоих. Но, наконец-то, они кое-что здесь усовершенствовали и сделали прицепы Bullitt лучше. Но, напоминаю для тех, кто не знает, все прицепы Bullitt, все, без исключения, это композитные материалы. Раз. Дальше. Система опускания лап оборудована электродвигателем. Два. Значит, ну, здесь у нас все, что связано с водой. Внешний душ, кстати, вот кнопки, которые опускают лапы. Вот эта вот штука, она удобна тем, что зимой все, что связано с водой, не замерзает. Потому что шланг проходит вот через эту вот дырку, через эту дырку. И здесь всегда тепло. Владельцы европейских прицепов, вам не завидно? Нет? Да? Что вот здесь вот так сделано? Кстати, вот этот вот замок, наконец-то, они сделали с защелкой. Раньше этой защелки не было, и зачастую вот этот вот лючок падал. А сейчас вот такая вот элегантная защелка. Так, большой слайдер. Мне не терпится вам показать вот эти вот новшества, которые сделаны в этом прицепе за последний год. Планировка известная, о ней многие знают. Мы уже их продавали несколько раз. Но тут кое-какие изменения. Заинтриговал, нет? Ну, пошли дальше. Значит, бампер. Наличие этого бампера говорит о том, что мы можем его продолжить. И здесь установить бортовой генератор, какие-то площадки для внешнего бака вывозной черной воды и так далее. И у этого прицепа, почему я решил снять вот именно эту классическую планировку? Потому что, в отличие от остальных классических планировок для двоих, у этого прицепа огромная, невероятно большая внешняя кухня. Обратите внимание, еще и с крыши. Маркизу выдвигать не нужно. Почему здесь сделана такая крыша? Это не для красоты. Когда сильный ветер, маркизу выдвигать нельзя. Но хочется же что-то приготовить, что-то сделать на улице. И тогда спасает от дождя вот эта вот крыша. То есть, хозяйка вышла или хозяин готовит. Маркизу не выдвинешь, потому что сильный ветер. А если идет дождь в сочетании с ветром, можно вот эту вот кухню поставить вот под такую жесткую крышу. Очень большой холодильник. Это для двоих-то, да? Вы представляете, сколько всего можно туда положить? Ну, внутри тоже огромный холодильник. И снаружи большой, да? Дальше гриль. Он новой конструкции, не такой, как раньше. Вот посмотрите. Тут нет вот таких классических комфорок. Он газовый, но вот эта вот вся поверхность, она горит. То есть, можно поставить, ну, какие угодно сочетания, там, кастрюль, сковородок, стаканов, каких-то мисок и так далее. То есть, тоже вот такой вот сделали гриль. Достаточно современный. Лючок обслуживания бойлера горячей воды. И вот еще, смотрите, видите, тут не просто так все это дело открывается. А вот на таких вот пневматических доводчиках. Поэтому тут все достаточно серьезно сделано. Ну что, пошли внутрь. Я очень хочу вам показать, что он из себя представляет внутри. Это есть максимальная. Да, это есть максимальная. A lot of motor plants here. But first, our... Все из дерева сделано. В общем, именно... Optimize resolution. Вы получаете... Должны получать от этого кайф. Прицеп Bullitt 260RBS. Прицеп для романтических путешествий вдвоем. Очень интересный прицеп. В плане того, что он большой, огромный. Это для двоих-то, да. Вот как он выглядит с выдвинутым слайдером. И вот, наконец-то, они сделали вот такую вот дверь. Где зимой можно положить теплые вещи. Это кладовочка около входа. Вот раньше она была там, где-то там далеко, да. То есть, чтобы снять вещи, нужно было зайти, пройти их там положить, куда-то засунуть. А сейчас она около входа. Ну, вы же понимаете, что когда люди путешествуют, они, входя в прицеп... Путешествуют зимой, я имею в виду. Входя в прицеп, не ищут вот эту далекую кладовку. Они просто бросают вещи где-нибудь вот здесь или здесь. И получается беспорядок. А здесь, наконец-таки, сделали дверку именно в этом месте, да, входа в кладовку. Зашел, положил куртки, свитера, что-то там еще. Снял обувь, положил ее сюда, вниз, да, и пошел дальше. И второе новшество, ну, оно такое, неочевидное. Вот обратите внимание, вот здесь у нас расположено два кресла. Я не знаю, кто это придумал, да, вот именно кресло, не раздвигающаяся двухспальная кровать. И вот люди всегда просили вот в этих прицепах поменять кресло на раскладную кровать, двухспальную. Ну, путешествует супружеская пара, у нее один ребенок. Или путешествуют люди, у которых есть внуки, но не могут внука с собой взять. И поставщики всегда говорили, нет, мы это не делали. Наконец-то они стали это делать. Наконец-то дошло до них, да, что чтобы их больше продавать, вот эту мелочь нужно исправить. Если человеку нужна кровать, ну, поменяй ты ее, убери эти два кресла и поставь кровать, так будет гораздо удобнее. Вот они сейчас начали это, слава богу, делать. Ну, вот видите, вот такое вот сочетание дает домашний кинотеатр, да плюс еще и с камином. Этот камин, он чисто декоративный. Он, если отапливает, то так, постольку, поскольку. Основная система отопления у этого прицепа расположена в другом месте. Все буллеты, в основном все буллеты оборудованы компрессорными холодильниками, микроволновка, варочная поверхность, духовка, разделочная поверхность. Такой стандартный вариант, как у всех буллетов. Кстати, вот эта штука меняется запросто на российские розетки. Вот точно такие же стандартные вещи продаются в обычных хозяйственных магазинах. И по диаметру они тоже подходят. Кстати, вот хочу заметить, что все прицепы мы переоборудуем на 220 вольт. Это, кстати, самая легкая такая опция, которую мы делаем там буквально чуть ли не за два часа. Спальня хозяев, она достаточно стандартная, такая же, как у всех буллетов. Но начали ставить два кондиционера. Один кондиционер в гостиной и второй кондиционер в спальне. Но если бы не было в спальне кондиционера, сюда бы задували воздуховоды от того основного кондиционера холодный воздух. Но все-таки, когда жара на улице, прохлада в спальне создается не такая, как хотелось бы в случае отсутствия этого кондиционера. Поэтому мы устанавливали вот здесь напольный кондиционер дополнительный. Но сейчас это не нужно, потому что есть основной в спальне. Вот именно у этого прицепа. Двери, которые отделяют спальню от основного помещения, такие массивные, добротные, а не какая-то там занавесочка. И основная фишка этого прицепа, это его туалетная комната. Смотрите, какая она большая. Умывальник, туалет, душ. Все закрывается тоже такой хорошей массивной дверью. Шкафчики. Крючок для полотенца. Вот вы не поверите, но раньше их не было. А сейчас, ну как сейчас, года четыре как стали здесь крючки делать. Так вот, такая вот массивная дверь. Не будем ее закрывать, и так все понятно. И, конечно же, вот такой вот огромный большой слайдер. С вами была компания Дом в дорогу. Напоминаю, что наша компания не только продает прицепы и дачи автодома, но и организовывает путешествия с прицепами и дачами и автодомами по всему миру. Заходите на наш сайт домвдорогу.ру. С нами интересно. 30 апреля по 8 мая 2024 года компания Дом в дорогу проводит очередное ежегодное путешествие с домами на колесах в самую лучшую, самую гостеприимную, самую интересную и самую удобную в мире страну для посещения с домами на колесах в Грузию. За 10 дней мы посетим живописнейшие места этой удивительной страны. Мы будем ночевать там, где не могут себе это позволить обычные туристы. Мы проедем по одной из самых красивых дорог мира, пересекающей главный Кавказский хребет в наивысшей точке 2200 метров военно-грузинской дороги. Благодаря нашим домам на колесах мы сможем ночевать на переваривая на грузинской дороге в историческом центре Мцхета у подножья Лермонтовского Джвари, рядом с пещерным городом Уплиццихи и Варзи. Мы посетим действующий мужской монастырь, расположенный внутри горы на высоте 300 метров. Мы побываем в женском монастыре в городе Бодби. Мы будем ночевать в том самом Тылаве, где снимали Мимино. А в конце путешествия остановимся у стен древней крепости и зажарим барана на мангале. И на следующий день по пути домой познакомимся с городом-курортом Боржоне. По всему маршруту у нас будут благоустроенные площадки, где мы будем ночевать и заправляться водой. Все эти площадки расположены в исторических живописных местах. В наше путешествие могут ехать европейские и американские прицепы, любые автодома. Само путешествие проходит по легким дорогам, а ночуем мы в местах, где удобно парковать прицепы и автодома. Никаких сложностей по всему маршруту нет. Путешествие в Грузию рекомендуем новичкам, купившим недавно прицепы и автодома. После нашего группового путешествия вместе с опытными караванерами, вам будет легче выезжать на дальние расстояния самостоятельно. Я многое рассчитывал и планировал увидеть, но то, что я увидел, я офигел.